Набор с шестеренками. 132 элемента. Строите сколько хотите. Открываем! Данил у нас эксперт по бодзисам. Бамс! Классно? Здорово! Вполне себе классный набор. Правильно говорю? Да! Погнали! Приветствую, друзья! Вы на канале Есть Вопрос. Меня зовут Александр. И со мной сегодня Данил... Как ни странно, Александрович! Итак, сегодня мы с вами посмотрим и познакомимся. И построим еще один набор бодзис. Это опять же дополнение, которое называется джиркит. По-русски это будет называться набор с шестеренками. Соответственно, мы сможем с вами сделать некую конструкцию. А с тем большим количеством элементов, которое содержит этот набор, 132 элемента, ты представляешь, это целая гора. И ты сможешь построить... Знаешь, сколько роботов? Сколько? 16! Хо-хо-хо-хо! Но не одновременно. До 16 роботов вы сможете построить. Но это по инструкции. А вообще фантазия безгранична. Строить сколько хотите. Для начала... Тем более, что у нас уже один робот тут есть. Тем более, что один робот уже построен. Для начала нам нужно что сделать с тобой? Открыть пакет. Открыть пакет. Ну, это уже спойлер. Действительно, в отличие от всех предыдущих дополнений, данное дополнение поставляется в пакете. И мы даем Даниилу ножницы. Не зря же он с ними сидит. И просим его распаковать. Все это дело. Давай еще. Давай сам. Только пониже режь, потому что пока ты режешь только вверх. Вот. Сейчас, может, мы и узнаем с вами, почему этот набор поставляется в пакете. Пока для меня это загадка. Открываем. Открываем. И давай тихонько высыпем. Давай. Давай. Это мы же одну шестеренку увидим. Шестеренку увидим? Вот она. Да и все куча. Одна на ней как мой глаз. Ну, собственно, все пусто. Но похоже. На самом деле, у меня были сомнения, которые я высказывал. Достаточно громко, что здесь 132 элемента. Но это же большое количество. Похоже на то, что они здесь есть. Давайте посмотрим, что у нас находится на столе. Какого типа элементы. Ну, действительно. Как заявляет производитель, таких элементов вы ранее не видели. Мы не видели. Вот этих элементов не было. Балка с отверстиями высокая. Вот такого не было. Такого не было. Данил у нас эксперт по бодзисам. Поэтому смотри, какая штука появилась. Да. Крестик. Крестик. Можно мельницы делать, наверное. Смотрите, тут есть все, чтобы сделать машинку. И даже робота, до лакона. Дань, а все инструкции, смотри, находятся в телефоне. В той же программе, где мы с тобой, собственно, и программируем. Бодзиса. Да. Смотри, тут есть кран. Здесь есть лифт. Тут есть дрель и прочее. Что мы будем строить? Газионокосилку. И мы отдадим эту газионокосилку кому? Дедушке. Чтобы робот за него делал эту сложную работу. Хороший план. Погнали. Ну что, друзья. Вот такой вот робот у Даниила получился. Это заняло совсем немножко времени. И ребенок справился самостоятельно. Я ему помогал там давать элементы, но он мне постоянно бил по рукам. Не знаю, что за акцент у меня появился. Вот. А в наборе еще есть вот такие у нас наклеечки. Соответственно, если у нас робот подразумевает, что у него будет некое лицо, то вот с помощью наклеек, которые многоразовые, мы можем с вами создавать различные эмоции. Классно? Здорово. А сможешь в следующий раз сделать робота, который будет убирать мою комнату? Да, по-моему, он был хищиком попуял, мучей для детей. Да, все бы дети его строили? Да, и вот так. Я думаю, да. Ну вот тебе чуть подрастешь, стартап у тебя такой будет, чтобы прямо все делал один робот. Ну что, друзья. Робот не будет роботом, если не будет выполнять какую-то программу. Напоминаю, что в предыдущем обзоре мы рассматривали вот эту башню, Бодзис Лаб. Если не видели это видео, обязательно зайдите сюда. Там Данил Александрович у нас списал сложные программы для того, чтобы два друга наконец-то встретились. И давайте посмотрим, как работает наш робот. Бамс. Безэкранное программирование. Напоминаю. Ну, колесную базу мы проверили, да? А ты знаешь, как написать программу, чтобы у него все шевелилось? Это же газонокосилка. Сейчас он пока двигается. Умеешь? Да? Хорошо. Давайте сейчас Даньке дадим еще минутку, и он создаст программу, которая удивит вас. Ну что, друзья, Данил создал более-менее длинную программу. Сейчас мы, собственно, посмотрим, что она будет делать. Здесь обращу ваше внимание, что здесь уже появились у нас циклы. Поэтому те, кто шарит, а я вам попробую ее подсветить, собственно, может следить за выполнением программы и реальными действиями робота. Тогда у вас программирование будет лучше усваиваться или осваиваться. Ну, тут каждый сам для себя решит. Так, Даниил Александрович, стартуем. Главное, чтобы робот у нас сейчас тут не решил, да, убежать. Первая часть программы. Движение вперед, поворот. Движение вперед, поворот. Движение вперед, поворот в другую сторону. Вперед. В мотор. Это у нас, получается, снова с вами цикл, да, под программой стартанул. И сейчас он сделает тот же алгоритм, тот же самый, что я делал в предыдущий раз. Все. Окей. Ну и все, это последняя прямая. Все. Отлично. Ну что, друзья, собственно, с помощью безэкранного программирования и дополнительного набора, напомню, он называется Bodhis Ger Kit. Этот набор называется Bodhis Lab. Мы смогли создать с вами нового робота. Он хорошо зайдет в тему робот-помощник, поскольку это у нас все условности, да, здесь у нас газонокосилка. Можем с вами представить, что это полотер-робот. А если у вас фантазия получше, можете придумать что-нибудь свое. А вообще их напоминает 16 штук и 132 элемента. Соответственно, что захотите, то и создадите. Правильно говорю? Да. Для фантазии, для полета, для развития вполне себе классный набор. За чуть больше, чем 8 тысяч рублей. Можно себе позволить. Такое счастье. Не знаю, друзья, верите вы мне или не верите, но именно от вот этих наборов я получаю огромное удовольствие. Конечно же, оценить со стороны это достаточно сложно. Другое дело, когда вы сталкиваетесь, когда у вас есть большой опыт, как у меня, по работе с различными образовательными решениями. Еще раз проговариваю. Данные дополнения, они классные для дома, но раскроют они себя именно в образовательном учреждении, когда дети работают в парах, когда они общаются друг с другом. И чем больше и знакомей роботов мы им предоставим, тем больше тем обсудить, поговорить, заинтересовать у них будет. Поэтому Бодзи система очень крутая. Сейчас говорит по-английски, возможно, переведут на русский, но это нисколько не мешает, потому что все, что он говорит, это связано с деятельностью педагога. Это ему надо понимать, что он там сказал. Получилось, не получилось. Детям это не важно. Кто-то освоит еще и английский параллельно. Классно? Классно. С вами был Александр, мой помощник. Даниил. Даниил. Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok